8.20 на часах, в городе уже начинают формироваться пробки, поэтому если вы пользуетесь личным транспортом, то стоит уже продумать заранее маршрут, посмотреть в навигаторе, как можно объехать тот или иной затор. Но, кстати, о том, как можно объехать затор неудачно, мы можем поговорить с нашим следующим гостем. К нему предлагаю и отправиться, потому что в гостях у нас сегодня... Кто, Стефан? У нас сегодня в гостях Игорь Рудаков, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. Ну, на самом деле, мы сейчас с Игорем Анатольевичем сможем как раз таки обсудить, что делать, если вы не выплатили штрафы вовремя, и чем вообще это чревато. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста, чем действительно чревато неоплата штрафов, если человек осознанно их игнорирует, потом просто говорит, что ну не дошло, не перешло? Ну, первое, чем чревато, это принудительным взысканием таких штрафов. Законодатель предусматривает ответственность за неуплату штрафов в добровольный срок по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В данном случае инспектора ДПС составляют протокол, по этой норме направляют нарушителя в суд. И тогда уже либо это наказание удваивается, то есть первоначальный штраф, либо суд назначает обязательные работы, либо арест на срок до 15 суда. Хорошо, а если человека арестовали, он 15 суток отсидел, но это считается его оплатой штрафа, или ему все равно нужно заплатить? Первоначальное наказание не прекращается, и он обязан его исполнить. Но если он так вот один, другой штраф, третий, большая сумма накопилась, как можно вообще бороться вот с такой системой? Для этого существует система принудительного исполнения, которой занимается служба судебных приставов. Такие постановления предъявляются к нам на принудительное исполнение. Судебный пристав исполнитель возбуждает исполнительное производство, устанавливая для нарушителя, доложника, срок для добровольного исполнения. Он не превышает 5 дней. Если в этот срок нарушитель не уплачивает штраф, то естественно судебный пристав исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора. Это также санкция штрафного характера, которая для граждан представляет минимальном размере 1000 рублей, для организации 10 тысяч рублей. Если, конечно, сумма штрафов достигает более 30 тысяч рублей, как это предусмотрено по статьям 12.8.12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то это 7% от взыскового нарушения. А что это за статьи? Это отказ от мета-свидетельствования либо управления транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. И скажите, пожалуйста, как вообще ситуация с нашими крымчанами? Они, вот часто приходится их, так сказать, силком ввести в суд. Вы знаете, количество штрафов за нарушение правил дорожного движения за 7 месяцев 2012 года увеличилось где-то на 130%. И представляет более 63 тысяч. Что касается взыскания этих штрафов, то мы также и взыскали за этот период больше где-то на 120 с лишним процентов. Это более 30 миллионов рублей. Естественно, служба судебных приставов работает не только методами классического взыскания. Это путем наложения ареста, изъятия имущества, принудительной реализации через взаимодействие с Росимуществом. Ну и путем электронного исполнения, которое представляет собой взаимодействие с кредитными организациями нашей страны. Судебные приставы исполнителя обращают взыскания в первую очередь на денежные средства путем их списания в электронном системе СМЭФ. Как вы считаете, вот такая вот статистика, я говорю сейчас о росте правонарушений, с чем она связана? Она связана с развитием системы видеофиксации в республике. Естественно, чем больше увеличивается количество средств видеофиксации, тем больше фиксируется правонарушений. И, естественно, это необходимо делать для того, чтобы на дорогах нашей страны было безопасно, чтобы смертность была низкая, лучше бы, чтобы ее вообще не было. И чтобы каждый участник дорожного движения соблюдал те правила, которые существуют для всех. Ну и насколько я знаю, что планируется же увеличение еще этих камер, да, фотофиксации? Планируется увеличение средств видеофиксации на тех участках, которые наиболее опасны как для пешеходов, так и для участников дорожного движения. Ну и мы планируем с инспекторами ДПС продолжить работу более активно при проведении оперативно-профилактических мероприятий, устанавливая тех должников, которые не исполнили обязанность по оплате штрафа, не исполнили этот вид наказания административного. Увеличиваем количество. Тем более, это актуальный вопрос. С учетом того, что сейчас начнется школа, будет ходить еще больше детей, ну и по дорогам, и не только. Но все мы знаем, что есть еще не только стационарные камеры фотофиксации, но и мобильные. И периодически в интернете можно видеть, как эти мобильные камеры сшибают, как люди, которые там сидят, не знаю, помидорами, грубо говоря, забрасывают. Вот почему нельзя поступать так? Вот есть ли какое-то наказание за вот такого рода нарушение, за то, что... Или когда залепливают камеры? Вот тоже такое бывает. Закрашивают. Если касается передвижных камер, то, честно говоря, я как автолюбитель не сторонник таких средств, поскольку действительно вопрос их установки, вопрос работы, он связан не только с определенного рода социальной напряженностью, но и с вопросами справедливого, говорится, их размещения и фиксации этих нарушений. Безусловно, за действия противоправные в отношении лиц, выявляющих административное правонарушение, порчу имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. С этим тоже надо бороться. Но задача наша в том, чтобы дороги Крыма делать безопасными. И вот такие противоправные действия в отношении сотрудников, которые занимаются фиксацией правонарушений, помощью переносных средств видеообнаружения, тоже неправильно. Ну, потому что, наверное, они редко их устанавливают на скоростных участках дороги, да? Ну, эти точки установки, они в обязательном порядке согласовываются с органами ГИБДД, так далее, я надеюсь. Но в большей степени это вопрос, честно говоря, не наш, а вопрос именно ГИБДД. Наш вопрос – это принудительное взыскание административных штрафов, над чем мы, естественно, работаем во взаимодействии с данным ведомством. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что у нас был в гостях Игорь Рудаков, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. Ну, мы говорили о камерах, видеофиксации, фиксации правонарушений. Иногда такие видео попадают в интернет. Будут ли в следующей подборке такие видео, не знаю, но давайте сейчас и узнаем вместе.